Здравствуйте, дорогие ребята! Я Мариам Шарбадиона, психолог Дома Знаний. Сегодня мы с вами продолжим изучение третьего навыка, начиная с самого важного. Напомню, что мы осваиваем навыки эффективности или навыки достижения успеха. И если вы помните, мы в прошлый раз говорили о четырех квадратах, в которых находятся наши действия. И в первом квадрате были важные и срочные дела. Но цель наша – это перейти в важные и несрочные, научиться действовать так, чтобы мы исполняли важные и несрочные дела. И почему же мы действуем часто в первом квадрате? Потому что ответ на этот вопрос дает русская пословица «пока гром не грянет, музык не перекрестится». И это очень частая привычка многих людей, что мы начинаем делать только в последнюю минуту. Что же нам мешает действовать во втором квадрате, в который мы хотим перейти? Результаты действия видны не сразу. То есть, может быть, нам понадобится готовиться, учиться целый год, чтобы в конце сдать экзамены. Результат будет виден только тогда. Возможно, мы не умеем определять приоритеты. Мы не знаем, что для нас важнее. Третье – даже если мы определили эти приоритеты, мы не умеем организовать себя на основе этих приоритетов. И при этом присутствует недостаточная дисциплинированность, чтобы действовать на основе этих приоритетов. Следующая цепочка показывает основы для действий. Вначале у нас есть некоторое знание. Например, мы знаем, что если успешно сдадим экзамены, то мы можем поступить в тот вуз, в который мы решили поступить. Или получим ту оценку по предмету, которую мы хотим. Или мы научимся рисовать, или будем спокойно владеть каким-то иностранным языком. А следующее – после знания к нам приходит желание это сделать, достичь этого результата. После того, как возникло желание, мы строим план достижения. После построения плана, чтобы на этом цепочка не остановилась, важно прикладывать волевое усилие, которое позволяет нам дальнейшим действовать. Разберем четыре механизма управления во временем, или четыре инструмента. Первое – это просто в записанную книжку записать все дела. И плюс такого метода в том, что мы выгружаем из памяти то, что нужно делать, и не нужно все время держать в голове. Мы можем взглянуть на свой список. И плюс, что мы получаем удовольствие, когда вычеркиваем те дела, которые мы уже сделали. Но такой план не позволяет учитывать приоритеты. Это не до конца удобный инструмент. Следующий инструмент – это календари и ежедневники. В них вы по датам и по числам размещаете план действий. При этом тоже он не позволяет вам учитывать приоритеты. Третий – это электронный инструмент органайзера, который позволяет вам распланировать ваши дела. И недостаток такого метода – это отсутствие связи с вашими долгосрочными целями. Планирование удобное, но минусом является то, что план является вашим хозяином, вместо того, чтобы стать вашим помощником. И слишком жесткий такой план приводит к тому, что человек устает, и, может быть, у него вообще опустятся руки, ему следовать. Четвертый механизм – он говорит о том, что управлять нужно не временем, а собой. Для этого нужно знать, кто я. Если я знаю, кто я, то я вдохновляюсь тем, что я делаю и чего я хочу достичь. Инструменты четвертого поколения должны обладать этими пятью аспектами. То есть ваши планы должны быть согласованы высшими целями. Если вы помните, во втором навыке мы говорили про миссию. Миссия должна вас вдохновлять. Это те ценности, которые вы хотите претворять в своей жизни и которым вы хотите следовать, когда принимаете какие-либо решения. Если вы пропустили второй навык, то я предлагаю вернуться и подумать над своей мысией, над своими высшими целями. Второй пункт – сбалансированность разных сфер жизни. Мы об этом говорили с вами в первом вебинаре про режим дня, что различают четыре сферы. Первое – интеллектуальная сфера или умственная. Это ваше развитие в качестве ученика, ваша учеба. Второе – социальное развитие, ваши отношения с друзьями и родственниками. Третье – это физическое развитие, может быть, зарядка или какие-то кружки, которыми вы увлекаетесь. И четвертое – это духовное развитие. Это то, что вы делаете для развития своей души. Третье – план должен быть гибким. То есть это не значит, что если вы написали, что-то у вас не получилось, вы можете разочароваться, и у вас должна быть возможность переставить какие-то пункты, отложить, если что-то не получается. Следующий аспект – это сфокусированность на втором квадрате. То есть это должны быть важные для вас дела, и вы должны их делать вовремя, а не тогда, когда сроки уже поджимают. И пятое – это человеческое измерение. Именно о том, что они должны быть человеческими, то есть мягкими, и не должны вас изматывать. При этом при составлении плана мы должны стремиться к тому, чтобы четвертый пункт – неважные несрочные дела уменьшить, минимизировать третий квадрат – неважные, но срочные. Помните, мы говорили, что это ненужные телефонные разговоры, то, что от нас ожидают окружающие часто. И это нужно кому-то, но не нужно именно вам. Но это не значит, что мы не исполняем свой долг, например, перед родителем, перед другими членами нашей семьи. Это именно те вещи, которые отнимают много времени, но не важны. И наша цель – сместиться из первого квадрата во второй, научиться делать важные, но не срочные дела. Если мы научимся так действовать, то аврала и форс-мажоров не будет возникать, не будет таких срочных дел. То есть, если у вас контрольное завтра, то вы уже будете готовы заранее, и у вас будет меньше стресса. Для того, чтобы планировать, к этому процессу нужно настроиться. Нужно подготовить все необходимое. И рекомендуется сначала состоять план на год, потом распланировать каждую неделю. Планирование на неделю считается более эффективным, чем планирование на месяц, например. И далее следует следовать этому плану на неделю. Нужно настроиться на важность этого процесса, выбрать календарный год, до какого числа вы пишете этот план, и выбрать ежедневник, в которой вы будете записывать план на неделю. К плану нужно обращаться дважды утром, чтобы посмотреть, что вы должны сделать, и вечером, чтобы подвести итоги. Нужно поверить в свой план и настроиться на то, что вы будете исполнять его на 100%. План должен соответствовать вашей миссии, о которой мы говорили при втором навыке. И для составления плана рекомендуется определить сначала свои роли. У нас у каждого из нас множество разных ролей. Например, я дочь для своих родителей, я подруга для друзей, я психолог в доме знаний, я являюсь сестрой. И в зависимости от этих ролей, я прописываю свои цели на год. То есть, чего я хочу достичь как дочь, чему научиться или что сделать за год, как друг, как психолог. И вы тоже напишите одну-две цели для каждой из ваших ролей. И я – это я именно как личность, чего я хотела бы для себя сделать. И последнее, например, здесь написано «художник-футболист». Здесь может быть любое ваше увлечение или та роль, с которой вы себя ассоциируете. И далее, когда вы состояли план на год, рекомендуется писать план на следующую неделю. И для каждой роли одно или два действия, которые вы должны исполнить на этой неделе. При этом рекомендуется сначала выбрать самые важные дела. Самые важные – это, как вы, наверное, знаете этот пример, что если заполнить бутылку сначала мелкими камушками, потом большими, то большие могут не поместиться. Но если мы сначала поставим большие, а потом будем засыпать мелкими, то банку поместится уже все содержимое. Точно так же, если мы будем делать сначала важные дела, а второстепенные – потом, то мы все успеем. Если наоборот, то может оказаться, что самые важные дела будут не выполнены. Первое – вы определили самые большие, самые важные ваши дела. Потом вы в плане написали время, когда вы, в какой день вы это будете делать. И после этого спланируете все остальные уже мелкие дела. Важно ежедневно корректировать свой план, то есть вечером посмотреть, что удалось вам сделать. Если не удалось, можно это действие перенести на следующий день или на следующую неделю. Но может также оказаться, что в силу каких-то обстоятельств, вы не можете больше уделять внимание какому-то делу. Тогда вы просто переводите его в годовой план и вернетесь к нему, когда у вас освободится время. После составления плана переходим к пункту «Исполнение». Смотрим на план задачи утром, выполняем задачи, выписываем задачи, появившиеся в течение недели, либо тут же выполняем их или ставим в определенное место и смотрим вечером. Важно при планировании понимать, что есть максимальная эффективность. Например, на одну задачу в течение часа вы можете быть эффективны, а потом ваша эффективность падает. И рекомендуется тип деятельности менять. Эффективный старт – это значит, что вы понимаете, где вы находитесь, вы видите цель, цель, которую вы себе поставили, и направление движения. И важно начинать действовать. Не нужно бесконечно долго планировать, искать идеальный план, потому что он все равно будет меняться по ходу действий. И для вдохновения я предлагаю вам небольшое стихотворение. Находите время для работы – это условия успеха. Находите время для размышлений – это источник силы. Находите время для игры – это секрет молодости. Находите время для чтения – это основа знаний. Находите время для дружбы – это условия счастья. Находите время для мечты – это путь к звездам. Находите время для любви – это истинная радость жизни. И находите время для веселья. Это музыка души. На этом все. Мы с вами продолжим в следующий раз осваивать третий навык. Я желаю вам счастья и успехов на этом пути. До свидания.